Ciao, ciao, buongiorno! Помните вы или нет, но у меня была такая рубрика Legiamo in Italiano, и раньше один раз в неделю я брала какую-то книгу итальянскую, зачитывала кусочек, что-то комментировала, рассказывала, делилась с вами своими мыслями. И этой рубрики у меня давно уже нет, потому что много других у меня идей. Да, это Italiano quasi ne giorno, это Quizzable, и всё-всё-всё навалилось. И видео для EGTV я снимаю активно, по грамматике, по всему, и я поэтому решила попробовать новый формат, тоже записывать в виде видео, не в виде прямых эфиров, но в виде таких сжатых видео, какие-то мои мысли, идеи по поводу книг. И сегодня я хотелось бы поделиться с вами книгой Andrea Camilleri. Camilleri è un autore di cui ho raccontato nel corso delle Legiamo in Italiano, эфиров, а он утром, который вырос в месяц, эфиров, который мог быть ненитрое но не в год на 90-е годы, эфиров, эфиров и все-таки он был немножко перезидентом. Мы вторым годом он в год и он работал, а не в годе он был англичес, а он был леон не настолько важен, а он ему трудно заработан. и, кроме этой серии книги, и фильмы сейчас, которые мне нравятся очень много, есть еще другие книги, и один из них есть «Такхиньи не наградзия». «Такхинь и ты ингюки». «И ингюки не благодарят ни говорят спасибо». Это был разбор, через историю, через историю, через события, я очень очень рад это был, потому что он был мой любимый цвет, и есть еще все были большие, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И лепро, как вы видите, он не он комилен, лепро. Люди шей лепро, но в реальта ела лепре. Здесь уже автор такой, дает себе вольность, потому что заяц по-итальянски будет ла лепре. Это женский род. Неважно, про кого вы говорите, про зайца, мальчик или зайца, девочку, зайчиху. Всегда у них это ла лепре. У них есть такая тенденция. Например, тигр у них всегда ла тигре. Неважно, это тигр мальчик, либо тигр девочка. И вот у них есть ла лепре. Ла лепре это заяц. Заяц, мы знаем, что это дикое животное, живет в лесу. И ль конильо есть. Конильо это вот у меня коля, это кролик, он такой домашний, домашний. И он называет эту книгу, этот рассказ, лепро качи бефо. Заяц, который нас обманул или провел нас, да, обвел вокруг пальца. Автор сам вот уже в начале рассказа чувствует себе такую силу, чтобы придумать это слово. Потому что он дальше будет объяснять, что такого слова в итальянском языке нет. Что лепро, это он сам дает такое название зайцу, или лепро. Что он не хочет называть его ла лепре, и он будет его называть и лепро. Но мне кажется, если ты уже достиг таких лидературных высот, ты можешь придумать все, что угодно. И вот еще поэтому интересно читать книги, потому что там ты увидишь точку зрения автора, или что-то такое выдающееся, что ты нигде больше не найдешь. То есть вот здесь ты открываешь и думаешь, и лепро, окей. Думаю, странно, что такое, я не слышала такого слова. Я вроде только знаю про ла лепре. И потом он начинает объяснять. И сама первая слова он пишет. Не знаю, и не мне кажется, дай дизионарий, если у нас есть лепро, как я делаю лепро, как я делаю. Дальше у нас, у нас есть лепро, как я делаю лепрю. И я, по комодитам, продолжу его называть так, и так же итальянски. Лепри, которые очень красивые животные. Я прочитала вам первую страничку этого рассказа. Здесь он говорит, что я не знаю, конечно, ничего мне не дают словари, но мне результата дай дизионарий, то есть никакого результата от словари у меня нету. Можно ли, да, мужских особей зайцев называть лепро, как делаю я? То есть он сразу оговаривается, что это слово он придумал сам, и ему так комфортнее называть. В наших местах, в наших частях, да, лепарти на острии, да, в наших краях, мужскую особь зайца зовут у лебру. Венедетто — это такой пассивный залог, да, у лебру, и он берет это в кавычки, потому что это какой-то диалект. Ну, так как Андреа Камилери, он из Сицилии, это какой-то один из сицилийских диалектов. И я для удобства продолжу его так называть, а даже несмотря на то, что его немножко италинизирую. Зайцы — это красивейшие животные. И вот он приходит к описанию зайца. Орекки алюнгяты, такие удлинённые уши. Я показываю, как мы шокали, так и уж, на самом деле, вот такие уши у них, да. Большие, огромнейшие глаза. Мантелло гриджо монтелло — это плащ, да, такой серый плащ, приходящий в коричневый кода корта, коротенький хвостик. Но он сону соло велочиссими. Не только очень быстрый, но также очень, да, могут сальтотори инверту дали люнге дзампе постериори. Могут очень длинно, красиво прыгнуть благодаря своим длинным задним лапам. Такой вот текст, он очень простой, очень хороший. Здесь такие вот милейшие картиночки, животные, которые здесь вот такие, как будто шариковые ручки нарисованы. И ви, я хочу рассказать, как вы закончили этот рассказ. Лучше, Андрея Камиллери, его protagonиста, он, когда маленькая, идет на качах с его папой. И говорит, что леприи очень мягкие, они очень мягкие, они уже занимаются, они уже обучаются, они уже занимаются с их качами. И они все знают, они все знают, и обратно ли он, он удивлялся, И тогда, когда он стал близким, он стал olvиданным. Он стал близким, был сыгранным, он стал близким. Он стал близким, он стал прийти и курины, но он, devenи очень сильный и фурб, Он, в результате, он не был, но он не был, но он не был, и, как он слышал свои ноги на пыль, он стал, он взял и иду, и иду. Это удивительно, конечно, потому что это очень интересный рассказ, потому что, конечно, ты читаешь лепры, и ты думаешь, что, по-другому лепры, он не был, но в реальности нет. Лепре Era così furбо Che riuscì a scappare E poi questo ragazzo Protagonista scrive Quanto è furbo Questo lepre Sapeva tutto Sapeva di dover fare finta Di essere morto Doveva aspettare un po' E solo poi scappare via Un libro incredibile Tutti altri racconti sono meravigliosi Meravigliosi perché Le animali è ovviamente La cosa migliore Che abbia creato la natura E i racconti sono assolutamente meravigliosi Поэтому, se вы еще не читали Andrea Camilleri То, пожалуйста, любой рассказ Ad Montalbano, конечно, Это огромные рассказы Если возьмете какие-то маленькие рассказы У него очень много рассказов Таких книг с маленькими рассказами Как, например, Itacchino, Aringraziano Или Donne, где он вспоминает Своих женщин, которыми он познакомился Которые повлияли на его жизнь Или просто E racconti di nene Такие маленькие рассказики Про его жизнь По одной, по две странички Буквально Всегда это Приветствуется И вы можете начинать его читать Прямо буквально С уровня А2 Великолепная книга Очень вам советую Andrea Camilleri Grazie mille per l'attenzione Ciao, ciao